Глава Коми провел сегодня первую рабочую встречу с избранным 20 декабря мэром Усинска Николаем Такаевым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся организации муниципальных пассажирских перевозок и строительства социальных объектов в селах Мутный Материк и Щелья-Бош, которые возводятся в рамках социального партнерства с Лукоилом. Как там дела в Усинске? В целом все нормально. Работу ведем, структуру утвердил, заменял полностью все. Всех замов взял с 1 января. Команда работает в полном составе. Взялись. То есть в целом так все нормально. Начали работу по МУП АТП. Закрываем сегодня все долги, которые есть, их более 70 миллионов. И покупаем на город новые автобусы. ПК-5 штук. Попробуем на следующий год купить еще 5. Вот. Ну и из тех задач, которые уже выполнены. Значит вернули газету. Понятно. Тоже сделали. Люди просили, вернули. То есть сегодня в село все поставляется. Объехал в село. Побывал в дальних дни. Не еще не везде, но был в самых таких наших. Удаленных. 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 Просят наладить хорошую связь по дороге, автобусы, то есть летом катера. Чтобы их не бросали, не забывали. Ширея Бош. Нужный материк. Надо пристальное внимание с точки зрения объектов, которые там возводятся. Понятно, что есть проблемы, связанные с некачественным выполнением, но люди от этого должны страдать. Я понимаю, текущих вопросов много. Есть проблемные темы, которые требуют неотложного, каждодневного внимания. Но это важная задача, как вы говорите, чтобы люди понимали, что они не брошены, что если они удалены, все равно вся та тема, которая с ними обсуждалась, она на повестке. Мы ее контролируем и эти вопросы решаем. Поэтому и детские сады, и медицинские амбулатории, они должны в принципе в этой ситуации их получить. Как бы там сложно не было, чтобы мы не предъявляли какие штрафные санкции, как бы не разбирались с подрядчиком, объекты должны быть введены. Поэтому мы максимально стараемся, помогаем, оцениваем, в том числе и усилия ваши. Поэтому тут совместными усилиями надо добиться результата. Я рассчитываю на вас, что эта задача будет выполнена. Также Сергею Гапликову доложено о ходе строительства тепличного комплекса «Сосногорский». В совещании принял участие заместитель гендиректора группы компании «Ренова» Владимир Лукьянов. Он отметил работу, курирующего этот проект, вице-премьера регионального правительства Анатолия Князева и газовиков. Так тепло удалось подключить на неделю раньше сроков. Сейчас готовность по оборудованию стопроцентная. Небольшая задержка есть по строительно-монтажным работам, но ее хотят нагнать. У нас все газовики, они такие в этом части оперативно принимающие решения, понимающие социальную задачу выполняемого проекта, реализуемого проекта. И они, конечно, помогают. Это им дополнительные слова благодарности к тому всему, что они делают. О плане запустить основной цикл производства уже в мае рассказал генеральный директор сосногорских теплиц Павел Трусагин. Тестовые посадки начнутся с его слов в марте, чтобы проверить и наладить систему полива, подпитки и досвечивания рассады. В первых числах мая мы хотим уже запустить полный основной цикл высадки, в первую очередь, томата, потому что в его вегетированный срок 100 дней. И чтобы в августе получить уже урожай. Хочется пожелать только вам успехов. Напомним, предварительная стоимость проекта составляет 3,6 миллиарда рублей. Строительством объекта занимается ООО «Теплицы регионов», которое в настоящее время реализует несколько проектов передовых производств в ряде регионов России со сложным климатом. Сосногорский пример самый северный в стране.